Сегодня 28 марта, с этого дня закрываются все ТРЦ. В Екатеринбурге общепитые, кинотеатры. С 30 по 9 апреля объявлены каникулы, так называемые, чтобы не допустить распространения коронавируса. Вот мы сейчас посмотрим, работают и ТРЦ. По идее, они должны быть уже закрыты. Мы сейчас проедем по центру. Так, можно ли повернуть на парковку? Сейчас посмотрим. На парковку повернуть можно. Заворачиваем тогда. Здравствуйте, а это закрыт ТРЦ или открыт? Гипербола открыт. А, гипербола, то есть продуктовый работает. Все, спасибо. Весь плод. Понял, спасибо. Ну, вот как охранник сказал, гипербола работает. Но мы сейчас узнаем эту информацию. Я узнаю вам поточнее все расскажу, что работает, что не работает. Ну, а сам торговый центр закрыт. Сейчас мы припаркуемся. Мест, наверное, на парковке сегодня много. Ух ты! И парковка вообще пустая. Обалдеть. Я такого здесь не помню. Даже можно карточку не брать. Проезжать так. Ворота открыты. Обалдеть. Вообще все пустое. Людей просто нет. Хотя сегодня суббота. Не, молодцы. Молодцы, что прислушались. Что находитесь дома. На самоизоляции. Потому что, ну, все. Все мы знаем, что сейчас творится в Италии. Что сейчас творится в Нью-Йорке. В Нью-Йорке вообще ужас. Да и в Италии ужас. Рефрижераторы подгоняют к больницам. Потому что просто некуда уже вкладывать трупы. Это страшно звучит. Но это реально сегодняшний. Это факт. Это есть. И отрицать это, конечно, нельзя. Так что хорошо, что все закрыли. Хотя бы на эту неделю посмотрим, какая будет динамика. Будут работать только продуктовые магазины. Сам торговый центр закрыт. Старбакс весь прикрыт. Ну, то есть, везде выключен свет. То есть, вот, пассаж. Это у нас центральный торговый центр. Он полностью закрыт. Но продуктовые магазины будут работать. Это хорошо. Все крупы есть. Гречка есть. Рис есть. В общем, с продуктами однозначно никаких проблем нет. Все есть. Центральная улица пешеходная в Екатеринбурге, Вайнера. Стало, конечно, поменьше людей. Все общепиты закрыты. Вот, например, KFC. А, нет, написано, вход с Лениным. Так, вход с Лениным. Сейчас посмотрим. Ну, а скорее всего, только на вынос продают. Сейчас проверим. Вы только на вынос, да, работаете? На вынос работаете? Ага. С 8 до 11. Ну, и в таком режиме сейчас работают многие рестораны на вынос. Чтобы хоть как-то себя продержать на плаву. Метрополитен во всеоружии. Санобработка проводится несколько раз в день. Поручни, все покрытия. Все обрабатывается. В магазинах стали вешать вот такие объявления. Масок антисептических делей нет. Ну, в городе действительно стало меньше людей. Вот, можно видеть, даже на остановке практически никого нет. Людей стало меньше. Значит, что касается по торговым центрам. Все ТРЦ в городе закрыты на неделю. Но продуктовые гипермаркеты работают. То есть, вот у нас Пассаж, один из центральных ТРЦ. Гипервалла в нем работает в обычном режиме. Ашан в Сити в Карнавале работает. Ашан в Меге работает. Айкей в Радуге работает. Также в Гринвиче гипербалла вторая работает. Она работает даже круглосуточно. Так что никаких проблем с покупкой продуктов нет. Что касается так называемых каникул на неделю. Ну, это не каникулы, да, в своем виде. Когда там отдыхать надо, гулять выходить. Это меры безопасности, чтобы не допустить распространения коронавируса. И людям порекомендовали пока не выходить. Хотя бы вот эту неделю. Конечно, не выходить получится не у всех. Вот, например, у меня такая работа, что, как говорится, как потопал, так и полопал. Ну, и у многих такая работа. То есть, понятно, что дома будешь сидеть, денег тебе никто не принесет. Сильный, конечно, пострадает сфера услуг. Потому что доходы стали меньше, люди ходить стали меньше, куда-то развлекаться, в кафе. Поэтому аренду никто не отменял. Вот, например, Black Star Burger сегодня закрылся. Причина понятна, клиентов нету, прибыли нету, аренду никто не отменял. Зарплату платить надо. Все, Black Star Burger закрыт. И не спасли никакие акции. Он тут и бургеры бесплатно раздавал. Ну, все. Ну, год вроде проработал. Даже больше. По-моему, тем летом открылся он. А аренда здесь, конечно, само ше-се. Конечно, сейчас эти малые бизнесы все будут лопаться, как... Мыльные пузыри. Но руководство обещает какие-то льготы бизнесу. Не знаю, как это все будет выглядеть. Поживем, как говорится, увидим. В городе предпринимаются все меры. Как сказал вчера наш мэр. Есть четыре этапа. Сейчас мы пока на первом этапе. Линия защиты. То есть просто пока временно ограничиваем торговые центры, работу, магазинов. Пока динамика идет вверх. Если через неделю так же график будет идти вверх, то там уже будут другие меры предприниматься. Возможно такое, что и запретят транспорт даже на автомобилях куда-то выезжать. Общественный транспорт. Ну и последняя защита. Это уже закрытие города. Но пока, повторяюсь, этого не планируется. Пока все под контролем. Что касается парада, который должен состояться вот на этой площади у нас. Центральная площадь города Екатеринбурга. Пока все идет в плановом режиме. Вся подготовка зависит. Еще раз говорю, как будут развиваться события дальше. Где-то к середине апреля будет уже точно известно, будет парад или не будет. Пока идет все в плановом режиме. Подготовка идет по плану. В стране тоже предпринимаются все меры. И авиасообщения закрыли со всеми странами. Это список там порядка 160 стран или 140. Ну кому интересно, весь список есть на официальном сайте Росавиации. Можно зайти, почитать. Информация открытая. Видим, транспорт вообще ходит. Пустой, можно сказать. Масок действительно в аптеках нет. Но, как нас заверило руководство города, маски должны появиться. Появиться должны в ближайшее время в аптеках. Так как у нас задействованы наши уже производства в Екатеринбурге, которые стали производить маски. Так что скоро эту проблему должны решить. Пока вот на сегодняшний день, на 28 марта, в Екатеринбурге 20 заболевших. Что радует, за последние сутки у нас конкретно в Екатеринбурге не выявлено ни одного заболевшего. Это, конечно, радует. Будем надеяться, что такая динамика сохранится. На самом деле, все же просто, если мы все будем придерживаться вот этих правил. Ну, понятно, что не всем это нравится. Понятно, что люди... Выходные дни, хорошая погода, люди хотели куда-нибудь выехать, сходить в торговый центр. Проходите, проходите, пожалуйста. Сходить в торговый центр, погулять. Ну, вот эта зараза пришла. И, конечно, планы у людей поменялись. Но это все временно. Главное это понимать. Все вместе нам сейчас как-то сплотиться и побороть эту заразу. Ну, и не паниковать, не раскачивать лодку, не преувеличивать. Сейчас отовсюду трубят, пройдет коронавирус. Вся официальная информация есть на сайте Роспотребнадзора. Если кто-то хочет какую-то информацию, все, на Роспотребнадзор зашли, почитали. Там самая достоверная информация. И много новостных каналов черпают информацию именно оттуда. Зашли, почитали. Все для себя, информацию какую-то приняли. Многие, конечно, преувеличивают. Вчера у нас тут в городе было заявление, что город закрывают, едут военные там по Агикаду, по объездной. Да, военные ехали, но вчера были учения. Были просто плановые учения. Все, они прошли, все хорошо. Город не закрывают. Об этом пока речь не идет. Все экстренные телефоны оставлю внизу. Может, кого-то не отпускают с работы на неделю выходных. Может, у кого-то просто есть вопросы, связанные с коронавирусом. Можете звонить, есть горячая линия, абсолютно бесплатная на всей территории России. В общем, все телефоны оставлю внизу. Денег становится меньше. Из-за этого люди, конечно, становятся агрессивнее. И хотелось бы сказать самое главное. Давайте уважать друг друга и вместе справимся с этой заразой. Все, берегите себя. КОНЕЦ КОНЕЦ Продолжение следует...